Каждый день – это день защитника Отечества. Именно с таким девизом сегодня выступали воспитанники Каспийской гимназии номер 11 с концертной программой, приуроченной этому празднику. В чем интерес, что руководители, то есть учителя, непосредственно сами готовили номера, допустим, хореографию, стихи или еще что-то. Они не прибегали, собственно говоря, ни к каким-то высокомерным, таким более специфическим, что ли, профессиональным моментом, чтобы у кого-то где-то поднатаскаться, подрепетировать, быть лучше. А вот так вот, как есть, как мы умеем в школе, вот как живем, так и выступаем, как видим мир, так его показываем и так далее и тому подобное. Праздник 23 февраля отмечается с 1918 года. Он установлен во знаменование победы над немецкими захватчиками над Нарвой и Псковом. Впоследствии был переименован и уже несколько лет отмечается как День защитника Отечества. Празднование таких торжеств и организация данных мероприятий играет большую роль в воспитании патриотического духа для современного поколения. Мы собрались, что упозрается этот замечательный прошедший праздник, День защитника Отечества, всех присутствующих мужчин, и наших мальчиков, а также прекрасных половин человечества, которые имеют непосредственное отношение к армии. Открыли торжественное мероприятие юные таланты 4-го класса с хореографической композицией «Наша армия». Особенно выделились и детишки, продемонстрировавшие свои творческие способности в хореографической композиции «Белые журавли». Гвоздем концертной программы стали брат и сестра Забазновы, которые прямиком с поезда отправились на сцену. Отметим, что юные дарования стали обладателями второго места в международном конкурсе «Пробуждая сердца» среди 12 тысяч участников. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете, только ты и я. А за деревней роща садмилась, поражена чудовищным огнем, и смерть вокруг улетала злой птице, бедой нежданной приходила в дом. Завершилось мероприятие яркими выступлениями, театральными постановками, песнями и стихотворениями.